Если вы будете есть неправильную пищу, вы будете наполовину мертвы. Ложиться спать на полный желудок совершенно неприемлемо. Если вы заинтересованы в том, чтобы жить хорошо, занятие опа-йогой или ангамарданой обеспечит вам хорошую физическую форму. Если говорить о питании... То в Индии всегда были и до сих пор в какой-то степени сохраняются знания этого аспекта. Но, к сожалению, современное образование полностью их уничтожает. Эти знания раскрывают, что подходит вашему организму лучше всего в то или иное время дня, что наиболее успешно интегрируется в вашу систему в зависимости от сезона. Эти знания представляют из себя тщательно продуманный культурный аспект. Питаться без необходимой чувствительности по отношению к еде и ко времени... Если вы лишены чувствительности и просто идите то, что попадается вам на глаза, без сомнений, вы заплатите за это высокую цену. Прежде всего, речь идет не только о вопросах здоровья. Вы теряете свою энергичность, чувствительность. Это огромная потеря. Это как частичная смерть. Вы лишаете способности ощущать и переживать так же чутко, как в детстве или в юношестве. Это значит, что вы наполовину умерли. Если вы будете есть неправильную пищу, вы будете наполовину мертвы. Если вы просто станете немного осознаннее, то количество потребляемой пищи сократится. Потому что вам не нужно столько еды. Чем больше пищи вы сюда помещаете, тем больше ее необходимо переработать для получения такого же количества энергии, что непременно скажется на организме. Рассмотрим это так. В 60-х годах у вас были громоздкие Форды и Шевроле, которые выглядели как военные корабли. Да? Сколько бензина они съедали? В наши дни, современные обтекаемые машины, сколько съедают они? А если вы садитесь в электромобиль, нет ни звука, ни выхлопа, ничего. Они едут очень плавно. Получается, что даже в изготовлении машин мы стремимся к топливной экономичности. На это стоит обратить внимание. Потому что чрезмерное потребление топлива негативно сказывается не только на вашей личной экономике, но также это крайне вредно и для самой машины, потому что ей нужно перерабатывать избыточные ресурсы ради небольшой порции энергии. Я вижу, что такая привычка широко распространена в этой части мира. Люди едят в семь, восемь или десять часов вечера, поздно ночью, на вечеринках, после чего сразу ложатся спать. Ложатся спать на полный желудок — совершенно неприемлемо, если вы заинтересованы в том, чтобы жить хорошо. Есть нечто называемое «упа-йога», что значит «пред-йога» — это полезные процессы, не привязанные к духовному измерению. Занятие «упа-йогой» или «ангамартаной» обеспечат вам хорошую физическую форму. Для этого не понадобится никакого оборудования. Все, что нужно — это место на полу два на два метра, и вы будете в отличной форме и сможете нарастить мышцы. Единственное, вы не станете такими. Многие люди стали вот такими и считают, что они в хорошей форме. Мне кажется, что они в смирительной рубашке. Дело не только в силе или объеме мускулов. Гибкость тела настолько же важна для правильного функционирования системы. В йоге мы продаем значение не только силе мускулов. Крайне важно развивать систему так, чтобы внутренние органы были здоровы. Тело должно быть гибким и легким в использовании. Хорошая физическая форма и хорошее самочувствие не подразумевают ходьбу по пиковой дорожке или накачанную мускулатуру. Нет. Очень важно усилить целостность элементов в нашей системе. Есть ли способ сделать это? Да. Существуют методы, с помощью которых мы можем это сделать. Один простой способ — работать с землей, водой и растениями, быть на открытом воздухе. Одно это приведет к определенному результату. Но в йоге также есть конкретные методы. Большая часть йоги как раз состоит в бутташудди, или очищении элементов. Не привнеся определенной целостности в состав элементов внутри системы, какими бы сильными вы себе ни казались, с точки зрения жизни вы не сильны. Вы можете иметь мышечную силу, но в определенных аспектах жизни она вам не поможет. Иногда вы можете заметить, это не всегда так, но иногда кто-то, кто выглядит очень мускулистым и физически сильным, расклеивается от небольшого заболевания. Два дня с температурой могут полностью сразить такого человека. Другой, кто не кажется таким уж сильным, у кого худощавое телосложение, может выдержать любой недуг. Это зависит от целостности элементов в системе. То, насколько хорошо они объединены определяет количество способов, которыми вы можете использовать свое тело. Если у вас отсутствует целостность элементов, и вы используете свое тело сверх определенных ограничений, я не имею в виду физические ограничения, если вы используете свое тело иными способами, помимо физических, оно просто не выдержит. Именно поэтому йогическая саддана начинается с бутта-шурди. Все аспекты йоги, по сути, представляют собой бутта-шурди, проявляющиеся множеством различных способов. Можем ли мы сделать что-нибудь конкретное прямо сейчас, без специальных йогических инструкций? Из простых действий — работайте в саду. Гуляйте хотя бы час или два часа в день, особенно перед ужином или перед обедом. Хотя бы полчаса пройдитесь без обуви, не по дорожному покрытию, а по траве или по земле. Вы заметите, что из-за контакта тела с землей усвоение принимаемой пищи станет значительно лучше. Еда в любом случае переварится. Но насколько вы сможете интегрировать ее в свою систему, зависит от того, насколько вы находитесь в гармонии с землей. Поэтому даже если вы пройдетесь без обуви всего полчаса, если тело будет в контакте с землей, вы увидите, что элементы будут функционировать с большей целостностью, чем сейчас. Время, проведенное на открытом воздухе, солнцем, ветром, дождем, землей, очень важно, потому что вы состоите из них. Вы — их продукт, вы — их проявление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова